Привет, друзья! С вами Кик. Как всегда, меня долго не было. Я попробую это исправить и записать видео чаще. Так вот, вышла сильная новость от компании Payfast. Это компания, которая находится в Южной Африке и занимается тем, что предлагает возможности оплаты бизнесом. С помощью кредитных карт, Visa, MasterCard и Instant ETF. Также они некоторое время назад добавили способ оплаты биткоинам. Они для этого сотрудничали с ZAR, чтобы фиксировать цену на момент перевода, чтобы проблем не было. Но Payfast час-два назад опубликовали новость, что они, к сожалению, должны отказаться от биткоина для платежей. Это из-за того, что и длительность платежей, и количество комиссий, нестабильных комиссий. То есть, они знают, сколько конкретно должна быть комиссия. Из-за этого страдает и бизнес, и покупатель. Поэтому, и они написали, что что бы мы ни делали с биткоином, какие варианты бы мы ни пробовали, все равно, это технология как способ оплаты повседневной жизни. Начиная с кофе, заканчивая, не знаю, мебелем. Оно себя не оправдывает. Конечно, это было предсказуемо, и когда-нибудь это должно было случиться. Так вот, этот день запомнится. Потому что это первая компания, которая решилась идти против бренда, против масс и сирии. Взглянуть правде в глаза, что биткоин как способ оплаты, оно никак не может себя оправдывать. По крайней мере, на данный момент. А в будущем то же самое. Потому что, если суть технологии, оно себя пережило давным-давно, и только этот труп продают. Потому что есть хорошие, умелые продавцы, и есть, конечно же, очень много глупых людей, которые очень вот так быстро клюнут на CNBC, которые скажут им, что это цифровое золото, к примеру. Или на Silbert и их компании Grayscale, которая начинала Drop Gold и купить цифровое золото, GBTC. Ну, в общем, дело не в этом. Ладно, осталось только одно вещь, что пока что будет держать биткоин. Конечно же, это его бренд. И Store of Value, это понятие цифровое золото. Но мы не все увидим, как и это, из пальца высосанное для продажи этого битшит, оно тоже потеряет свой смысл и стоимость. Потому что если нету технологии, вообще тема закрыта, все. Для перевода в биткоин не будет использоваться в повседневной жизни. Это не такой актив. Для сохранения стоимости у него нету ни одной функциональности. И почему я сказал, что это начало конца? Потому что один за другим вынуждены будут избавиться от этой неработающей технологии. Об этом я поставил статью в Kikito.com. У нас, да, уже есть сайты, у нас есть редакторы, которые работают там. И, в общем, там у нас мало статей, но очень хорошие, крутые статьи. И про Ripple XRP, и про биткоин, и про... Вообще, все самое главное и правильная информация о сфере криптовалют, как развития проектов, так и их внедрение, масс-эдапшн. И также там скоро будут и инвестиционные интересные обсуждения. Так что приглашаю, посмотрите сайт. И мне особенно нравится предпоследняя статья заголовок «Труп биткоина выглядит великолепным». Затяните, очень простой сайт с очень интересными статьями. Спасибо, увидимся.